Ну что ж, доброго времени суток, дорогие друзья, с вами по-прежнему ВП Шадоу, и мы наблюдаем за фасткапом Симена Т267, который является открытыми квалификациями в Pro League, и кто же у нас сейчас играет? Команда Сэмпайр за Радиант, и команда Мирана Стайл за Дайр. В баны отправили Шадудзим, Андерлорд, Эмбер, Спирит и Слардар, но в пиках Лиджин, Командер и Лични для Сэмпайр, и Мирана Стайл забирают себе Луну и Рубика. Интересно, почему Рубик? Хотят защищаться от Чайника Лича или хотят его воровать? Ну, пока что непонятно, но все-таки пока что можно говорить только об этом, об этой способности. В плане, Лич, конечно, крутой персонаж, в том плане, что дает просто Эрмор, и будет защищаться от атак Луны, постоянно ее замедлять, Легионка будет чуть более наглой в плане танкований, не знаю, высших каких-то, да и более уверенно сражаться, в принципе, против изушников с Личом можно. Ну и будем смотреть, что будет появляться дальше. Под Легионку должен еще залететь один какой-то хороший нюкер, наверное, либо же она с Личом пойдет на топ. В принципе, эта Дабла может с легкостью выигрывать линию и в таком случае отталкиваться от этой тактики. Однако, Легионка может постоять там и одна. Лич просто подъедает Крипчиков там в миде, по Роуме, просто понаводит шороху на всей карте. И в таком случае нам нужен какой-то лейн-саппорт, хороший кэрри и активный мид-лейн. Может, Клопа какая-то, она неплохо зайдет вместе с Легионкой. Линна вряд ли зайдет, хотя могла бы очень даже интересно показать себя. Кто еще может зайдеть? Даже не знаю. Персонажи куча, особенно нюкеров. Тот же Скаймак в мид, почему бы и нет. Даже не знаю. Тот еще тут реально может... Нет, давайте отталкиваться к другой штуке. Кто может противостоять Луне? Если она будет начинать расфармливаться, то нужен персонаж, который реально пробивает. Это может быть Свен, это может быть Фантомка в мид, вряд ли. Хотя, почему бы и нет, если она быстро получит свой дезолятор, она просто будет изничтожать что Луну, что Рубика. Кто еще может заехать? Да блин, перселажи и уйма, на самом деле. Интересно было бы посмотреть, кстати, на... Этого... На Микрофоса в миде. Вместо с Легионкой, Личом, это была бы крайне плотная уже связка персонажей. Их было бы реально сложно убивать. И при этом, они вносят огромный дэмэдж и вообще... Сами по себе персонажи противные. Не говоря уже о том, что... Играть против них всех одновременно. Так что... Кто узнает, а вдруг возьму? Кстати, интересно, что практически все резервное время... Мирана Стайл уже потратили. А в бану у нас отправились Дарксир, Темпларка, Оракл и Вивер. Угу. Интересно. Ну понятно, почему Оракл. Не хотят, чтобы под Легионку кто-то спасал. Темпларка забанена, скорее всего, потому что забанен Дарксир. Хотя, честно говоря, Дарксир... А может просто бояться Тепларку. Вряд ли. Не, вряд ли из-за того, что Дарксир забанен. Так когда-то была мода ставить против Темпларки Дарксира, потому что он там щиточком уничтожал весь рефракшн. Просто бегал, издевался над ней. Сейчас в основном используют в том же ключе Эмберспирита. Эмберспирита, однако он тоже уже забанен. Ну, наверное, просто так. Леон появляется, хороший Лейн Саппорт, просто нюкер, просто чтобы помогать Легионке своим пальцем. И Лондруид для Мирама Стайл. А вот это уже жесть. Луна плюс Лондруид. Это неплохой пуш. Персонажи... Прям не самые плотные. Но если они получат свой минимальный фарм, то как-то отпушивать их будет сложно. Из какого-нибудь котла. Кстати, о котле... Нет, тут уже два саппорта есть. Нет, котла не будет. Тинкер! Отличная альтернатива котлу. Еще более... Еще более жесткая даже, я бы сказал. Хороший нюкер будет помогать Легионке на стадии, когда у Тинкера появится травола. С Даггером так вообще и в соло может изничтожать. Солун Друида отлично контрит в том плане, что он, конечно, крутой персонаж, но достаточно ватный. Один прокастик, и глядишь Ландруид, будет уже одной ногой в могиле. Или в таверник, кому как приятнее. А если там еще Лион со своим пальцем будет? А если еще лечь будет? У-у-у-у... Это будет сурово. Венгивол Спирит просто для того, чтобы усилить Олунную Ландруида, тоже вполне себе понятный пик. Однако, как Венгри и Рубиком спасать против Легионки и Тинкера? Эй, проблема. Видимо, Мирана Става очень надеется, что они получат доминацию, и им не придется терпеть. В терпильной доте я боюсь, что у них шансы будут резко падать. И это тревожно. Ну что ж, в бан у нас отправился в Бистмастер, и всего пара секунд остается. И в бан отлетает Урса? Серьезно? Да не верю, что был Борса. Ну ладно, Никса Сайсен появляется против Тинкера. Хороший персонаж для того, чтобы цеплять. Просто нажал Карапасы под кусаками, и все великолепно. Сларк, а вот этот персонаж тоже один из тех, кто очень быстро справляется со всякими Рубиками, Денгами. Дай к Ландруиду, если подойдет. Ну что ему нужно для того, чтобы убивать? Шадоу Блэйд, Хасабля, и все у Ландруида начинаются проблемы. Если Сларк еще хорошо таймингово зарядят Дарк Пакт, и собьет все-таки Рык Ландруида, то, то, что ему свалить уже не получится. Огромное количество Синтрии сейчас придется закупать Рубику и Менге. Потому что, по-другому никак. Ну, конечно, в некоторой перспективе, но все-таки. Ладненько, будем потиху представлять коллективы. Сэмпайры, за них играют. Дарк на Лайоне, Орео Милкшейк на Лиджин Командере, Пешковский на Тинкере, Астагам на Личе, и Дампстер на Сларке. Команда Сэмпайр. Их оппонент Мисти, команда Мирана Стайл. Хит 437 на Ландруиде, Траст Миам Кэри на Луне, Лаки на Венжи Флспирит, Серджио Агуэро на Рубике, и Браво Даун на Никс Ассине. Команда Мирана Стайл. На закупках пока что я не вижу ничего удивительного. Хотя нет, Сларк с Тапком, или Вон с Тапком. Они что, планируют Форсблат написать? Или это... Терпящий Сларк? А почему тогда он с Тапком? Он стоит против одного Никса. Там, кстати, Смуган планируется. Ладно, пока что непонятно, мы увидим. Я думаю, что это будет реализация чего-то. Или просто бояться, что атака будет. Так, Леона нужно будет. Леон, спалил всю душу. Сларк, чего ты стоишь? Сларк? Да ладно, какая ошибка? Просто стать Афукан на такой минуте. Легчайших разговаривать для Луны. Что это было? Леон спалил, туда-сюда дёрнулся. Сларк стоит Афукан. Потрачено. Просто потрачено. Ладненько. Луня достается у нас. Получается. Руна, Трепла будет стоять снизу. Рубик, Венгрия, Луна. Ну и с ваплайнами не планируется. Серьёзно. Игра будет от Легионки? Видимо, поэтому Сларк и получил тапок. Они, видимо, подозревали, что тут будут проблемы, и Сларк просто будет стоять торпеть. А игра будет тупо от Тинкера и от Легионки. На самом деле, решение тоже оправданное, потому как Сларк, если вынесет свой Shadow Blade даже на 25-30 минуте, он всё равно Рубена сможет грызть. Легионка, в свою очередь, если прыгнет на Ландруида, тоже, по сути, приговорит его. Ландруид страдает, однако фрагминам написать не удалось. Ну и, конечно же, Тинкер, который, если получат свой фарм и ему не будут мешать, или для него просто создадут спейс, может практически в соло выигрывать карты. Да, интересное решение, хотя и несколько необычное. Рубик ищет Сларка, Сларк ищет Экспу, и кто кого нашёл, нашёл Рубик Сларка. Ну ладно. Ого, гагашеньки. Тихой сапой приближаются у нас боталу Тинкера, а Ландруид будет тебе приобретать Турбофеном, для того, чтобы ещё больше страдал тут Тинкер. Да, лазером по двоим пока попасть, увы, не получится. Даёшь лазер по Друиду, бьёт тебя Мишка. Даёшь лазер в Мишку, мало того, что не дамажишь самого Друида, так ещё и Друид тебя наяривает с рейнджа. Пытаются подцепить Сларка, зажимают его в тиски, но он, походу, да, он отсюда уйдёт. Топок есть, хотя, очень много там уже прилетает, если сейчас ещё одна способность, да даже просто руками и нет, отъедается парипайр, остаётся 4 хп. Какая непруха, вот это поворот. Так, на Тоненького сыграл, на Топе у нас всё тихо, и сапой, и мид у нас. Да, выходил вроде бы Леон, но не дошёл чуть-чуть. Фларка, конечно, огромная проблема. Ну, судя по его закупу, он знал, он знал, что так и будет. Регионка тут уже 3 уровень имеет, по сути, что и нужно. Выходить в артефакты и вместе с Тинкера прокастом бегать, вбивать. Да и Лич в этом будет способствовать. Замедло, хороший дэмэдж с первого спала, и нет, не требуется нескмане Тинкера, добьёт ли он медведа, а, медведа перепризвали, и всё тут. Так, у нас подцепили Леона. Леон страдает, опинулся хексом, и уходит отсюда на ноги от тапок, ему и в этом очень помог. Тинкер, а чего, что тут остался, ты должен был иметь инфу о том, что Леона тут гнобили вдвоём. Но по итогу Тинкер очень страдает, но его, походу, доберёт всё-таки лундруид, надо сделать ещё 2 удара, по-моему. Нет, не доберёт. Как-то развернулся Лич, будет добивать Венгу, и Венгу добивает Крип. Откинулся Тилькинезом Рубен, пытается добить Леона. Леон откидываться станом, ну, Леон отъехал, однако, по-моему, Лич заберёт Рубена. Раз, два, ещё надо удара, три, четыре, четыре, пять, ну, ещё один удар, увеличаемость, по-моему, повыше. Ну, ладно, не догонит, серьёзно. 315, в 290, развернулся. По-моему, он мог его ударить, если мне не показалось, он отменил вообще атаку. Ну, ладно, по итогу размен такой, слабенький, и Луна просто улетает на топ к Сларку. Слаплайн, по итогу, не задался, если бы он сразу был, какое-то влияние, это бы понесло атаку, Сларк просто изменил лайн. Вынудил, конечно, поражать Луну ТП, но на этом всё. На регионке, как-то ситуация не сильно изменилась, она как фармила, так и фармит. Ну, Микс сейчас убегает на базу, моно отреганит, и продолжит стоять против регионки. Да, ситуация весьма интересная, и вопрос, кто же, кто же всё-таки в этом Майндгеймс выиграет. Леон тут в интересной позиции, хотя фрага тут вряд ли. Да ладно, Лича подцепили, нет, не подцепили. Мишка бежит. Нет, Мишку подстанели, и Леон сделал своё дело. В итоге, все живые. Нандроид немножко потерял экспы, и фарма. Ну, это мелочь. Это пока мелочи. Легионка будет сразу закупать ПТ-шку. Игнорировать рождагера. Может быть, это и правильно. В конце концов, это не просто хардлейнер, это будет основной корр сейчас. Тинкер. Да, классические закупы, но пока пока не светят в ближайшей перспективе. Тут, 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 отцепили тинкера, и тинкера забирают. Страдает тинкер от излишнего Роума. Но при этом союзники как-то вроде сларку не особо помогают, вернее, не помогают в принципе. И сларк сам выходит вид, промахивается паунсом, еще и Дарк Пак прожат не туда. Рубик приходит, почти забирает лидча. Отсюда все ушли с живехоньки, хотя лидч будет отправляться хилиться. И проведет шрайн. То, что сларк ничего не фармит, саппорт не помогает тинкеру, это проблема. Тинкер еще и через Пакусак играет, то есть на шестом уровне легионки кто ему сможет помочь написать фраг. Лидч легионка тоже будет реализована нескоро. Прискорбно. Надо что-то с этим делать, потому как луна свое дело знает. фармит, сейчас будет доминатор, ПТ-шка, после этого Драгонлэнс, и к тому моменту я думаю, что у друида будут и фейзы, Драгонлэнс и тапочек перебира и они смогут спокойно заходить куда-то кушать. их принципы ловить каких-то так поцепили опять у нас тинкера как же ему больно его добивает все-таки друид. Да, не очень весело. Тинкер в очередной раз отправляется в таверну и я даже не знаю что делать, как быть по идее речь опаньки легионка получает первую ульту на 8-ой минуте вот это неплохо однако однако тинкера сларик страдает стоит нет вопрос тут Леон тоже тут тусуется вроде с легионкой хотя могли бы кстати вот если саппорт они могут себе найти место на карте ничего не получается у вас тинкер играет через марш берете идете стакать на нечетных минутах и все идет отлично тинкера уже под тавер просто лонгруид практически в соло лезет забирает без особых проблем тинкер с одними тапками и бутылкой 9-ой даже соло да ситуация незавидная все терпят ему за исключением легионки саппайр проседают в плане коммуникации судя по всему серьезно или у них как-то стратегия игры поломалась может они что-то планировали ничего не получилось сларка подцепили забрали как это вышло видимо лохопа стоял получил ну ладно миссайл получил бим и отъехал даже возможно без странно странная смерть даже слишком 1600 золотых хулигионки даггер уже не загорали будет пытаться судя по всему в спейс-креэйте там не знаю на рубике наедать дэмэдж выходить в порт персонажа Леону конечно стоило бы шестой получить однако каким образом пока остается не ясно ой подставляется Рубик по-моему хекс есть разворачиваться сюда лицет Ленга и друид тут рядышком ооо по-моему Леон может отъехать нет откидываться станом но получается Лекинез отличный первый спел от легионки куча дэмэджа но Леону это никак не помогло если он еще раз так закинет без шансов сейчас пойдет дофармят в лесу даггер и на фонтан отхилится а у него уже есть даггер можно просто идти за тпшкой Ник палит позицию легионки хотя сюда никто не придет все заняты куча откинулся способностями всеми какими мог развороте чуть не убил рубика да ладно еле выжил бедолага забрали поэтому закупать себе урну в шаду интересно что у нас еще по артефактам появилось у сэмпайр ничего у тинкера тихосяпы появляется наконец сэлринг и на этом доминатор луна таки дофарм и в медалз выходит судя по всему Никс ассасин луну забрали на топе через леча с ларкой и леона да ладно отъехал никс дуэлька видимо вторая нет дуэльку не получил легионка но зато фраг для тинкера тоже очень неплохой буст если они так продолжат тинкер вернется в строй и легионка при этом если не дэмэдж получит то хотя бы золото проблем не будет ну он бруид как у нас делишки 1600 фейзы есть у спирит бира стоп это что классический классический лондруид через радик он закупает спирит бира пусть за ему взял себе качнул ультимейт на рор забил нет все таки он берет драгонлайн тинкер прилетает я тогда не совсем понимаю почему сразу драгонлайн берет ну посмотрим может может тут есть какой-то план просто та же птшка дала бы лишнее хп тинкера подцепили если прокнут а даже без корней спокойно забирают отлично влетает у нас легионка и сейчас ландруида заберут да ладно она не успевает выиграть дуэльку слишком много контроля луна разультилась он отсюда ушел на ноге легионка пытается добить венгу и 3 2 1 будет ли она за ней прыгать нет она улетает а вот лечь зашел добил венгу и бежать отсюда мс370 попробуй ты его догони по тесну ребенка опять прыгает куда-то но не не ульты не маны еще это было понятно ладно вернемся к луну сейчас был бы у него пт он бы может поджил дольше конечно сейчас появляется угрок лапота дополнительные 910 силы которые будут уходить в кпшку однако пт дала бы еще помимо хп так спит который всегда не лишний или файз взять для того чтобы бегать быстрее и вносить больше дамы вот так голый драгон лэнс хотя урона и так много кто бы сомневался кто еще дошел у нас до 10 уровня легионка с 11 тинкер что у тинкера здесь 8 интеллекта а у легионки демсилы ну небольшой но все таки буст по статам ребенка тут где-то у а на просто парень сларк тихой сапой набирает свое ну свое золотишко свои артефакты вывозит уже имеет 2 100 секунду что купил не даст ну в принципе почему бы и нет в принципе 15 минута не сказать чтоб сильно поздний при том что он люто терпел и пару раз даже отъехал имеет смысл действительно покупать медатик в такой ситуации тем более что у вас легионка которая прекрасно себя чувствует и тинкер которая не сказать что бы прекрасно но дела движутся в нужном направлении более менее постоянно так луна бралась на первое место по натворцу хотя и не сильно то нам гонять легионку мелочи уже ландруид да собирал себе фейзы все-таки апнул себе тапочек и будет тарить милл стром почему бы и да нашли сларка сларк знает что его видят откинулся дропактом и уходит в шаллудэнс попробуй ты его забери не знаю можно считать что его развели на шаллудэнс но какой-то ближайшей атаки отожниц ассасина не последует 50 секунд откат на ультимейте да и медас как-то не способствует быстрому убийству всех и вся луна почти дофармилась себе драгон тем формат ну ладно ленга отсюда улетает знает что-то забавно у фрады стоят ладненько леон тут у нас что-то по-моему загулять может если сейчас прокнут корни а корни прокуют да ладно можно попробовать его забрать еще пару ударов надо и нет тут квадрат атака от легионки это был просто грамотно построенный байт и дополнительный дэмэдж для легион командра а там на другой части карты забрали дикса серьезно кто за него брался там все брались за него ларк возможно тинкер по-моему был на топе сларк получился тихо сапаю щуки выпишет 1700 золотых у него уже на руках так что шаг шагу шагу за горами уже лондруида будут проблемы после мэл штрома надо хотя бы выходить какие-то хп не знаю скади тараско бкб что-нибудь линка кстати линкен сфера обязательно тает он сбить можно огромным количеством способностей леон там декор анжо закинет свой моно дрейн лечь новую закинет конечно дамаж потеряет но что поделать зато легион культу выдаст легион кбкб тарит сразу против ульты луны куча станов ну да куча станов это уже аргумент венг рубика никс свои своим первым спелом ну и если хорошо затаймить можно и крапасами внести о венжи фуллспирит берет себе доминаторы да ладно будет просто огромное количество суммонов и попытка протолкнуть линии таким образом а так она тинкер но тинкер уже имеет провала если миг сейчас попадет станом но дотягиваются кстати и сейчас нужно венга свапать она просто нам отбрасывается отлично стан получает мяч будут проблемы если прокнут корни как обычно нет не прокрут корни и черт с ним отпустили тинкеру надо играть поаккуратнее тинкер ну заход на рожек луна с дабл дэм джон забрать его возможно заберут но если это прочекают каким-то образом сэмплайр могут быть проблемы туда легионки надо дать первый спел там просто попуха отлетает но рожек уже крайне близок к тому чтобы умереть и аэгис отошел отличный чайник от леча дополнительно демашь легионка легионка тут раздала действительно неплохо и должна отходить ларк честь это у нас никса практически его добивает и пауз враг легионка на развороте сражается и как же она долго живет ее добил убивает мирану у нас кто тинкер получается куда-то лаги пошли что-то с дотной серверами судя по всему да и по итогу заход на рошана как я и говорил у меня правда не получился минус 6 тим вайп неприятнее случилось ладненько легионка как ты там себя чувствуешь блэйдмейл дайгер 38 урона сларк шеду блэйд ну и не дать подошь как тихо подходит но нет маны сейчас попробует забрать венго но увы сейчас это не получится надо отходить куда ты без маны уходят по итогу и правильное дело сначала восстановить а потом только пытаться подрезать но это надо ему наверное на рубика все-таки уши востреть куда мягче венго плотная сколько у нее 11 а это по таврам 11 8 армора своего и 1120 хп попробуй ее быстро убей а и хп региона 8 под доминаторами плюс 4 по-моему от сатира 6 даже атака на топе не уменьшалась успехом друид умудрился уйти друид как у тебя платье у него даже молния еще не скоро метрил хаммер всего ничего осталось но потом же еще слиток луна приобретает себя монтостау туту и поташку венге венга получается в четвертой позиции интересно ну друида сларк прыгнул но рор слишком крутая штука падает тавар на топе ну падает и падает почему он упадет никс тут венгете бегает но сюда никто не придет дефать этот тавр смысла особо нету хотя он из эмпайр отходит тинкер начинает ракетами подспамливать ракеты чтоб первого уровня что ли что так много дамажа мне вроде первого а чего по луне так слабо зашло не понял нет я реально не понял почему так слабо зашло татт татт для того чтобы нивелировать магический демаж можно взять вот вот этот персонаж ну что плюс 5 процентов плюс 5 процентов так и младен дамажа для героев и 20 процентов спал резиста для крипов то есть можно реально с пачку крипов собрать набрать вот этих кентавров маленьких и спокойно топать кушать кентавры маленькие урсики маленькие там очень неплохо друг друга бафают луна нашел флорк ну и начинает игры подцепил на паунс луна пытается улететь на т.п. хекс на луна до свидания помним, любим, скорбим асларк получает очередной золот и у него скоро уже эхо сабля оберклап на руках тысяча триста тысяча двести пятьдесят на руках по итогу что у нас остается остается 400 с лишним золотых и будет уже действительно этот слот и проблем станет гораздо больше аганин будет себя тарить некс уже два компонента присутствуют венга ты что будешь брать драгон ланс небось нет это будет медалька то есть такой полукорп полу саппорт интересное решение тарк нашел нексо с леоном вместе при этом палец даже не потратили прекрасно сларк из такой крайне сложной ситуации выходит по итогу победителем ну и знаете шансы на то что сэмпайр выиграют все растут 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 давайте глянем что на графиках творится а на графиках сэмпайр уже ведут 4000 золотых и по экспе почти 10000 даже несмотря на то что в начале там были проблемы у тинкера и сларка все все что им нужно получили даггер даггер нет не будет скоро даггера о развихалась регион кпд дашки минус рубик уже 52 урона чем дальше в лес тем больше проблему команды месте бкб что планирует себе кираску все планомерно все планомерно единственное что тинкеру бы даггер побыстрее и я не знаю как сражаться и надо бкб надо линка при этом я джор бы какой-то не подпишал то есть владимир чтобы кто-то собрал на мой взгляд лучше пленка купила нас доминатора владимир до пармор а джорка сларк ищет цели минус луна чайник сейчас должен быть чайник но нет луна разлетелась чайник все-таки прилетает венга тут отъедет как же сейчас плохо что здесь был крип просто он приговорил на этом за ночь вот перед хотя и так думаю мы решимся что он отъедет паунсом промахивается старик просто побью да ладно если бы попал паунсом отъехал гниться где рубан был рубин с мидасом что серьезно купить на рубине мидас на миксе мидас когда легионка фармит сларк начинает тоже получать свое золото и при этом тинкер тревелы вынес на 10 минуте и все равно закупать мидасы я не знаю то сам пар должен сильно ошибиться и не задавить или легионка должна перестать дуэли давайте просто покажет где-то в лесах серьезно просто каждая ульта легионки это все больше и больше и больше проблем на если легионка дойдет до 25 27 минута до 20 уровня легионки осталось всего ничего она реально скоро будет из дуэли получать просто дэмэджи и это будет просто приговор 7 армора или респаунтайм наверно будет 7 армора и плотная легионка будет просто не париться никса нашли сейчас будет дуэлька оставляют и да дуэлька дэль легионки хотя бы был шанс на то что тинкер слишком быстро заберет просто у легионки уже ширное мкб на дэмэджи ну конечно без эффектов из ничего но 84 это лишний слот уже привет рубен тут не получается она по итогу тавру палку падает смартфона мирный врезет барак мизишный легионка в этом плане помогает и минус не снова нет глиф провязан пришел тут друид своим медведом всех напугал тинкер заспамил кусоками сларк пытается тут что-то сделать не понял что тут происходит и куда побежал сларк он черт через мид пытался убежать на роли интересно как работает поиск пути и легионка зарабатывает еще дополнительную дуэль чайник великолепная твича венга должна тут отлежать хотя не туда чайник отскакивают подвезло тут венге хотя не дожил до того чтобы добить тут не удалось сделать это отличенный барак добить удалось все-таки глиб был прожжет во время и вот немножко нести отыгрывают 3000 даже три с половиной если учитывать золота которые потеряли с empire неплохо легионка у нас 3 200 метров как нам в принципе сейчас так вот по золоту луны ставится пауза что приключилась луна будет забирать себе сначала монта ставила потом выходить в black king бар понятно венга что-то как-то непонятным так лундруид я несет свиток миллионера а уже был гиперстон покей получается что дпс он себе поднял очень серьезно но и сейчас нужно выходить в плотность и начать стоит все таки с линкенсферой просто на всякий случай да это какой-то импровизированный атаки быстрый спасет а если он приобретет себя после линки бкб это может ему в принципе спасать жизнь луна передумала на шотланд оставила будет брать трансбуки марк тинкер очень противный персонаж ты ли он что еще у нас тут хрен он узнает что у нас очень интересно 20 уровень у сларка вот персонаж которого загнобили просто в самом начале до чертиков он первое место по xp второе место по на творце не сильно отставая от первого всего тысяча разницы да что у нас тут за столпотворение в принципе они позабирали все т2 и да действительно хватаются за изничтожение шрайна первый шрайн до свидания рушек кстати поэтому есть смысл даже забрать его и пытаться за повторить заходных игр он имеет уже 102 урона неплохо на 30 минуте нет соточку урона дополнительно прекрасно ну заход нарушил кто бы сомневался что-то как-то месте даже не планирует знаете это нарушка падает несмотря ни на что несмотря на 100 урона у легенка мандер что ж поделаешь теперь можно кстати у легенка уже почти готовы кираса дает 800 золотых и да больше нее поднимется я так спит кстати не смысл подождать этого артефакта и не лезь сломя голову туда 2000 улича интересно что он будет брать порставчик может какой на может огоним сразу ли он будет приобретать себе линзу он друит себе тарит скади не нравится ему идея линкен сферы против легион командора да и против тинкера лазеру заблокировать было бы неплохо если ли он попытается хекс выдать почему бы не залочить его не знаю почему он его игнорирует так три-четыре слитчика а нет даже два вот каталажка умерла и всего 30 золотых нужно нести себе курицу так и получается есть у легионки золото на гипер стоун и вот он куплен рубик докупает себя форс став что у нас по артефактам из которых я не заметил луна бкб доделала а глинирует на все на этом ну что легионка надо тоже ходить на хайграунд вместо со сларком терраса есть а егис есть так что нужно идти разменивать или бог или байбеки вышибать тоже как вариант кстати вспомнил а там и нет байбеков если сейчас грамотно атаковать то на этом можно и закончить флорк заходит видит что на мультимейта нету и дает на потом что что-то тут не так на разбиваются центре и флорка поцепили вроде бы неплохо плохо поснесли легионка тут зашла бы как бы потратил и слишком дешево на мой взгляд визама молния у друида прокнула и не смогла сделать даггер флорк зашел опять спалился на синтрах потерял оставшуюся ману вот тут подсейвили ничего интересного из этого не выйдет друид потерял медведа уже второго по моему до второго часто что сейчас только поцепился на планету сларк теряется егис опять-таки слишком дешево легионка врывается ультуют у нас в луну и его фиксуют нет не фиксует он просто почему-то стоит встань и луна добили на ребенка даже не получила барак ржеву упал легионку практически нет как где дэмод шатлон друида сларка врывается и по итогу убивает практически рубика рубика добивает все-таки тинкер а легионка в свою очередь тут отпушивает крепчиков чуть-чуть подкидывается на против очки и будет пушить марак рыцова не он для почему стоял в стане регион а на нем наверно нет корни не было добрались ларка как это он так подставился легионка не смогла ультануть а у нее и не было и вот она ульта должна быть сейчас нет не будет ее да ладно добивает просто мчел миром нет стоп не мил миром ребенка врывается дуэль в никса они свапают легионку и никс до свидания дополнительные домашние гионки еще и сражается тут с венгой венга страдает прилетает симки 1 способность 2 способность нет все-таки ушла ой что тут можно сказать беда как команде вместе дэвать 24 легионки господи это же совсем чуть-чуть и она будет получать по 50 с лишним дэмоджа 58 если быть точным вот тогда начнутся совсем большие проблемы лун друид по-прежнему париться до скале 3000 на руках есть так что остается всего ничего у мишки его уже есть арба феном поэтому 100 золотых остается и скаде будет готова рубик подчета форме формики формики тигер потом 3 сербе лодз появляется у команды вместе венджи фонс перед все-таки пошла по кормятки мне кажется что это не самое лучшее решение в данном случае или по крайней мере не через драгон с изолятором даже не знаю как венге тут выходить из такого бойца может какой-то реально сюда будет взять 5 таки от блин венга тут не особо поможет плане там уже с руки вот будь владимир дай аджор лун друиду дай джор луне купи медальку и бафа и свою ту же луну но то чтобы она выживала в дуэлях чтобы легионы не убивали в дуэльке это было бы на мой взгляд куда более профитно его лати же могли поцелить но это правда давно и неправда легионка бы в метрах полетала но сейчас есть бкб на без бкб дуэль не дает не знаю что помогает это свал что-то какой-то вялось заход на хайграун тимпер тут марш машины кидал ленка просто пушит просто пушит стоп что лоту сорт отразил корни на медведя серьезно сладко тут приговорили через свап красиво сделали однако товар потиху падает плохо по он потерял следующий заход такой же там упадет так имея бкб его кстати не нажал ну видимо не ожидал чего-то он друид секунду передумал насчет сканди купил себе дома нич считает что ему дому же просто не хватает и он с одной стороны да мы видели как легионка просто на втором спеле выхиливалась но с другой стороны без живучести тут тоже проблема а там же еще тинкер докупил себя наконец аганин надо может из-за этой логики потом все равно вопроса как он терпеть дамочку джора нету бкб нету линки нету скади нету ничего нету есть молнию зубу минус 50 секунд исполнтайма тоже понятно по каким причинам если вдруг его убьют чтобы он там не рисовался две с половиной минуты после байбеков тоже очень помогает когда реально 150 секунд практически легионка до 25 остается ну совсем чуть-чуть xp там наверняка появится все же дуэль дэмэдж после этого начнется совсем адский ад ребенка пусть это просто прыгать ради дэмэджа это реально просто плюс пол слота за одну выигранную две дуэльки у тебя лишний слот 4 дуэльки у тебя пол рапиры 688 дуэлик у тебя рапира в кармане которые не выпадет ну что-то тут рассчитывал такое странное с ларк попытки убить его просто погонял боятся заходить уже пару раз обожглись и просто боятся легион командор приобретает себе тараску кстати говоря она сейчас жутко плотная и при этом если ее не добьют она просто отойдет от телец и планирует прыгать бкб прожат он слишком поздно молния уже сбила блинг она просто идет кушать развела на глиф хоть что-то хорошее приятно получить до весимсот почти улича и что же это будет за артефакт холдер тут в принципе холдер точно против лонтруида это же просто имба целом виситом по-моему сегодня 3-4 на ранжевых юнитах на милишниках он еще много висит может и не такая имба как я думал тинкер ой по-моему он добьет никса а нет там карапас прожат ну тавр добрали такой небольшой сплит пушек как-то медленно у нас развиваются события первые 20 минут меня как-то радовали поболее зато играет наверчу так ох как же тут неприятно никсу прилетела в голову просто тинкер знакомьтесь 2000 демнджа 2-3 раза зарядил ракетки на лазер кусаки немножко покусали мы все 3 200 хп у легионки и им бы вижу для санпайр бы вижу на хиграун компонента венга тут свапает у нас лича лично отрони быстро рубик правда отъезжает абсолютно точно также врывается легионка на луну луна до свидания плюс 58 урона для легионки легионка сейчас просто отойдет хотя надо добить брак надо добить барак просто забить на все неплохо вливая врывается ли он отличным под подкопчик вы по сути минус 2 тинкера и тинкер еще один спел отлично даблкил минус топ что по байбекам байбаки нету улона по крайней мере ландруид почему-то даже не планирует окупаться вот он выкуп от ландруида а все вот еще рубик байбекнулся но мид падает или не падает о великолепно по цели ляду на что у нас тут происходит фарк берет и грызет ландруида ландруид по хп потерял пытается добрать у нас легионку не набирает все мимо так сейчас просто по моему попытается забрать барак нет бегать по сентрям что делать что делать не знает легионка отхилилась на фулл хп с помощью тараски сейчас можно прыгнуть два дара дать в браке и это это сделает сларк судя по всему они вместе это сделают добивают барак правда сларк отъехал но это ладно прижал барак еще два удара от легионки и не все бкб два удара сделаны мега крипы легионка на развороте еще и пытается забрать забирает венжи фулл спирит с собой в таверну и не мега крипы байбака ландруида нету улона правда есть но блин если тут умрет ландруид по сути на этом играл заканчивается если ой 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 как же неприятно ландруид все-таки умирает отличный прокаст от тинкера отлежает еще и никс да ладно просто даблки то что-то такое байбак от них сам будут пытаться дефать луна в солянова против мига крипов будет ей тяжело тем более она даже без аджора да и никс не особо поможет ей потанковать немножко хекс по луне в карапасы принимают у нас ракетки никс ну и по сути спас этим своего керри и что будет происходить дальше медленно размеренно падают строение у команды вместе у нас страдает казалось бы мега крипы она на одну пачку крипов тратит слишком много времени бим влеча ничего все равно врывается ли он сейчас прокат уникса нет никса никс без байбака 95 секунд тинкер продолжает у нас разбрасываться способностями тинкер страдает он умирает тут ладно неплохо но луна потратила для этого и бкб и получается ультимейт и сюда сейчас может прибежать с ларк с легион командор устроить тут потиху и в римаде странные центре ну бонусный рейндж от бонусный рейндж видимости кунгизеров чё-то как-то как-то так себе можно было не знаю попробовать ну хотя бы вот сюда тыкнуть когда был заход вот здесь он был виден ну ладно поставили и поставили в конце концов сейчас таки товара постоят товара еще и хилится хорошо мы забирают у нас с эмпайр кому достанется легионка в легионке тупо слотов нету дают лечу нет вздут с ларка нет с ларку чихается он просто бегает по базе противников кидаются таунтами просто привет и вон тут там что-то ею за немножко бред творится пока что ну ладно разбрасывается способностями просто друг друга разминает легионка врывается просто разрывает на части луну до свидания чайник отлича летит прямо на фонтан который приговаривает лон друида как же летает этот чайник минус просто тим вайп на фонтане поздравляем и команду с эмпайра они показали достаточно уверенную игру хорошую задумку все таки игра в mind games удалось действительно пик был продуман очень неплохо сларк купивший тапок я вам знал что будет стоять против триплы и скажем так упор в регион команды окупился для этого коллектива ладенько мы уходим на небольшой перерыв будем ждать следующую карту а пока немножко музычки так что далеко не расходить а и 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